Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня у нас в гостях главный редактор, наверное, портала Кредо, теперь точка Белру, теперь точка Пресс, Александр Солдатов. Приветствую вас, Александр. Добрый день. Сегодня хотелось поговорить, ну, начать, наверное, с вашего нашумевшего доклада, нашумевшего в нашей среде. Я, честно говоря, как уже признался вам, слушал ваш доклад, слушал почти все чтения, икунинские, которые вот шестые были. Вот, сразу мы вырезали ваш доклад, поместили у себя, распространили, чтобы, ну, видели, выводите ряд пас таких новых каких-то терминов, может быть, для нас протестантов неизвестно. Вот, и, ну, много говорите о современной политической ситуации, о том, как православие сильно срослось с государством. Мы, наверное, как протестанты тоже смотрим и видим, что и у нас тоже дела, и акте обстоят тоже. Вот, вот, на ваш взгляд, ситуация будет ухудшаться? Ну, мы поговорим, конечно, о законах, которые принимаются сегодня. Вот, из вашего доклада видно, что настолько уже православие срастилось, мы имеем в виду, да, Московский Патриархат, с государственной властью, что, что, вот, читая и слушая вас, я как-то даже в ужасе был. Может быть, мы столько пропускаем, не видим то, что вы видите. Ну, спасибо большое, во-первых, за такую высокую оценку доклада и такое внимание благожелательное к нему. Положение, конечно, катастрофическое, чего тут греха таить, это уже не первый год мы констатируем. Виновата здесь, в первую очередь, не Московская Патриархия, не официальное православие, а вся государственная политика, вот, связанная с правами человека, демократическими ценностями, с поиском какого-то особого пути, который оправдывает, на самом деле, авторитаризм и фактическую диктатуру, которая наступает в России. И главная проблема, на мой взгляд, в том состоит, что вновь принимаемые законы, вплоть до поправок в Конституцию, отличаются принципом полной правовой неопределенности. Вот я сам, например, ну, чтобы так теоретически не рассуждать об этом термине, приведу конкретный пример. Я проходил ответчиком по делу о признании материалов экстремистскими. Вот. Один фильм, который был размещен на нашем портале, признан экстремистским, ну, мы его удалили, естественно. Вот. И против меня, против нашего портала в этом процессе использовался закон о противодействии экстремистской деятельности, который начинается более-менее за здравие. Там перечисляются четкие, конкретные признаки экстремизма в материалах СМИ. Но затем, после вот этого разумного, вполне определенного перечисления, добавляются фразы и прочие материалы, высказывания, графические образы и так далее, которые могут потенциально провоцировать. То есть настолько размытая, безграничная, какая-то безбрежная формулировка, что произвольно под нее можно подводить любое неприемлемое или какое-то опасное для власти высказывание, поступок, произведение. Вот. Те же поправки, которые были якобы внесены в Конституцию в прошлом году, вот, они превращают Конституцию в абсолютно неисполнимый документ, содержащий взаимоисключающее положение. Но один из ярких, таких вот, так сказать, из ярких симптомов этого явления — принцип приоритета международного права. Вполне естественный и логический принцип. Вот. Понятно, что во всех странах мира международные обязательства доминируют над внутренними. Вот. В первой главе Российской Конституции сохраняется это положение о приоритете международного права и о том, что в России напрямую действуют международные договоры, какие-то вот конвенции, которые ратифицировала Россия. Но в то же время в какую-то там пятую-шестую главу вносится положение о том, что только одобренные Конституционным судом или еще какими-то внутренними институтами международные акты получают юридическую силу на территории России. И вот одновременно будут теперь по Конституции, Высшему закону, действовать два взаимоисключающих положения. В законе о свободе совести, нашем с вами профильном законе, тоже масса противоречий. Он, так сказать, представляет собой такое залатанное одеяло, из которого вырезались целые огромные куски и ставились искусственные заплатки на это место, которые противоречат первоначальной концепции этого закона. Его выполнить, если мы с вами захотим быть абсолютно добросовестными, законопослушными гражданами, мы не сможем его выполнить в полной мере. Сейчас еще добавили, очень много. Да, вот буквально два дня назад третье чтение прошло. Третье чтение прошло, вот этот закон передает, ну третье прошло там на следующий день, по-моему, после второго. Вот они были подряд. Теперь закон этот передается в Совет Федерации на подпись Путину. Вот, и все эти дискриминационные новые ограничения. При том, что в той же Конституции, в первой главе, содержится строгий запрет на принятие в России новых законодательных актов, которые ведут к ограничениям имеющихся уже прав и свобод. Вот у нас с вами было право создавать религиозную группу без регистрации, без юридического лица, и свободно жить, никого не ставя в известность, вот о нюансах нашей внутренней жизни. Закон теперь вводит для группы едва ли не больше требований, чем для организации. Это закон, сколько подзаконных актов, по которым еще судить начнем? Ну там в законе предписывается принимать подзаконные акты, то есть правительство или какой-то уполномоченный орган правительства должен принять инструкцию о требованиях, которые там управление юстицией должно к религиозным группам предъявлять по отчетности ежегодной. Чтобы принять эту инструкцию, надо опробировать сначала. А штрафовую сейчас 5, 10, 20 церквей. Я больше чем уверен, что это будут протестантские церкви. В общем, принцип правовой неопределенности — это наш приговор, смертный приговор для всей правовой системы. Правовая система создается ради определенности, ради того, чтобы в отношениях между людьми и вообще участниками гражданского процесса или политического процесса были правила. Достаточно простые, прозрачные правила. Нынешняя какая-то инфернальная законотворческая деятельность в России ведет, наоборот, к разрушению самого принципа правил игры. Где-то те места, где появляются хоть какие-то правила, пугают законодателей. — Не только законодатели. — Ну да, законодатели — это только ширма. Понятно, те, кто стоит за спиной законодателей, автократора пугают. — Может быть, это выгодно всех держать в подвешенном состоянии? Вроде закон есть, но все понимают, что он и туда, и туда может сыграть. Могут пройти мимо тебя, будь то религиозная организация, будь то бизнес, будь то любое сообщество. Сейчас новые поправки в закон о просветительской деятельности. Ну, не в закон, а в поправке о просветительской деятельности. То есть, ученое сообщество восстало, говорит, мы против, да, Российская академия наук, ученые все. И их теперь держат в подвешенном состоянии. Что-то не так сказал, то тоже можно угодить. — Ну, вот вы говорите, закон вроде бы есть. Природа закона не в том, чтобы он был там напечатан на бумаге и подписан президентом. На мой взгляд, природа закона в наличии довольно простых, понятных, исполнимых правил. Вот как правило дорожного движения. Если мы с вами потеряем эти правила, то нам очень трудно будет передвигаться и пользоваться дорогами, и вообще как-то выходить из дома. Остальные законы должны быть подобны вот этим правилам дорожного движения в своей сфере. Вот если сознательно в правила дорожного движения вносятся тысячи противоречий, взаимоисключающих каких-то позиций, то ведь эта деятельность, направленная на паралич дорожного движения как такового, это какая-то очень разрушительная, инфернальная, демоническая, можно сказать, деятельность, которая направлена на разрушение миропорядка как такового. Порядка бытия, установленного Богом, какой-то логики бытия. Так что, на мой взгляд, это не просто чиновничий произвол. Тут есть уже какая-то и духовная, и философская составляющая, философское измерение того, что происходит. Я постепенно прихожу к выводу, что за такими странными разрушительными процессами стоит просто какой-то психический недуг, духовная болезнь от того субъекта, от которого в конечном счете исходят эти процессы. Рационального объяснения, даже в рамках чиновничьего произвола, коррупции, клептократии и прочих ценностей российских, даже в этих рамках я не нахожу логики. Уже и клептократию-то трудно практиковать, когда нет... Но нужна ли логика? Ну, чтобы общество функционировало, экономика функционировала, да, логика нужна. Иначе процессы прекращаются. В лучшем случае происходит бегство тех людей, тех субъектов, институций, которые хотят жить по логике. В худшем случае происходит анабиоз. Просто люди вынуждены отказываться от деятельности, замыкаться в каком-то приватном пространстве, маргинализироваться. Если вы бываете в Калуге, особенно в Калужской области, наверное, вы замечаете, с какими темпами происходит маргинализация, люмпинизация российского общества. Люди, которые еще несколько лет назад проявляли какую-то деловую, творческую инициативу, горели какими-то идеями, проектами, сейчас уже впали в апатию, вот, в какую-то такую безнадегу, и, в общем, отказались от всех своих грез, каких-то планов, программ. Вернулись к реальности. Да это и реальностью назовешь, к какому-то... Сюр. Да, вот Андрей Кураев называет такое бытие нечитожествованием. То есть, вроде, так сказать, физически живем, но живем не в качестве активных субъектов, которые занимаются какой-то деятельностью, а в качестве чего-то вот несуществующего, погибающего, исчезающего такого. Вы упомянули права человека, и в своем докладе вы ссылаетесь на патриарха Кирилла, который однажды назвал права человека ересью. Да, было какое... Откуда это, почему это так? Вроде самый прогрессивный епископ церкви был, говорил, лицо церкви, ну... Самый прогрессивный, вы думаете? Ну, при другом патриархе, голос церкви всегда, и хорошие идеи говорил, и вдруг стал патриархом, и так закрутил. Ну, я бы, так сказать, немножко скорректировал такой восторженный отзыв о патриархе Кирилле до его патриаршества, потому что, ну, вспомним 90-е годы, его деятельность в те времена, пока не будем вспоминать коммерческую деятельность или там криминальную, вот, вспомним, допустим, политическую деятельность. В 1993 году, когда происходит расстрел парламента и фактически государственный переворот в России, патриарх Кирилл, митрополит тогда, вот как раз на переходном этом этапе между старым и новым режимами создает Всемирный Русский Народный Собор, где он становится как бы бессменным главой, до сих пор занимает эту должность. А что такое Всемирный Русский Народный Собор? В его основу была заложена такая радикальная, ультраконсервативная, шовинистическая, неоимперская идеология, но в конечном счете направленная на возрождение, там, Российской империи или какого-то постсоветского пространства, постсоветской империи, на довольно таких жестких, тоталитарных имперских основаниях. Вот, в принципе, идеология этого собора коррелировала с новой Конституцией, которая была принята в декабре 93-го года, вот, куда закладывалось мощное авторитарное начало, где был нарушен баланс властей, система сдержек и противовесов, вот, где, в общем, все полномочия на себя брала одно лицо. И вот эта модель раскрылась, наконец, и сыграла по-настоящему только уже в 21-м веке. Но заложена она была в Конституции 93-го года. И, как бы, таким церковно-идеологическим обслуживанием этой конструкции взялся заниматься митрополит Кирилл, создав вот этот Всемирный Русский Народный Собор, на который он приглашал ведущих политиков, лидеров фракций, лидеров крупнейших политических партий, вот, где они, как бы, под эгидой церкви высказывали свои какие-то предложения, а митрополит Кирилл их корректировал и направлял в нужное русло. Вот поэтому... Тема церковь и политика очень хорошо, ну, что мы коснулись. Да, но возвращаясь к правам человека. Вот, естественно, для этого Всемирного Русского Народного Собора и для той неоимперской идеологии, которую Кирилл разрабатывал, начиная с 93-го года, права человека представляются чуждой русской цивилизации, либеральной ценностью, вот, которая, значит, вот мешает возрождению империи, если так уж грубо выражаться, потому что империя — это структура, в которой интересы общего доминируют над частными интересами. Интересы, ну, так условно говоря, государства, если в их терминах выражаться, вот, они всегда приоритетнее, важнее интересов личности. Да. Личность должна бесконечно каждый день жертвовать теми или иными своими интересами, потребностями, правами, ради того, чтобы государство укреплялось, обороноспособность усиливалась, вот эта какая-то, так сказать, экспансия внешняя росла, расширялась. Слушай, это так близко к коммунистической идее. Да. Все как будто одно из другого растет. Учитель митрополита Кирилла и нынешнего патриарха митрополит Никодим Ротов, скончавшийся на руках у Папы Римского в 78-м году, вот, был создателем очень оригинальной доктрины, которую он предлагал и ЦК КПСС, и КГБ тогдашнему, с которыми он плотно взаимодействовал. Доктрина состояла вот в чем. Ну, всем было ясно уже в 70-е годы, что коммунистическая идеология в ее каком-то первоначальном виде несостоятельна, вот, к ней относились с иронией, в общем, ну, звучали какие-то дежурные заклинания на съездах КПСС, висели лозунги на улицах, но в реальной жизни никто этим не руководствовался. Сам Брежнев там с иронией относился к этим лозунгам, о чем уже немало написано книг, фильмов снято. И вот в этих условиях митрополит Никодим, который вообще был как бы промоутером богословия теологии освобождения, теологии революции, такого симбиоза коммунистических ценностей и христианских. Он предложил скрепы, как все это называлось. Да, он предложил скрепы. То есть, он предсказал, что есть угроза распада Советского Союза, и для того, чтобы эту угрозу предотвратить, надо просто коммунистическую идеологию заменить, такой вот идеологией, которую я в своем докладе называю политправославием, идеологией православизма такого. То есть, в общем, какие-то... Ну, фактически, сейчас этот эксперимент и ставится в России. Вот, фактически, какие-то отдельные такие выхолощенные атрибуты христианской культуры, но связанные больше с такой общинностью, послушанием, вот, так сказать, наличием жесткого иерархического начала, централизации власти там в руках патриарха или президента или императора, вот, они скрещиваются с великодержавной идеологией позднесоветского коммунизма, вот, о том, что, значит, мы должны быть сверхдержавой, гонка вооружений, какая-то внешняя экспансия, то есть, он предлагал Никодим заменить уже себя скомпрометировавшую, не зажигавшую людей, вот, не вдохновлявшую их коммунистическую идеологию, на вот этот неоправославизм, который, между нами говоря, ни к христианству, ни к Евангелию не имеет прямого отношения. Он просто эксплуатирует отдельные образы, вот так вот искусственно из Евангелия как бы изъятые, вне контекста, вне там святоотеческой традиции. Я просто хочу, чтобы наши зрители прочитали потом, мы поместим ваш доклад, и вы, кстати, ссылаетесь очень много примеров молодых священников православных, которые вот двигают все эти идеи, военизированные или как их назвать-то, я даже не знаю. Ну, милитарные. Милитарные, да, милитаристические даже. Там движение 40-40 есть, СС, аббревиатура этого движения, значит, оно себя прямо вот в атрибутике, в форме, в манере поведения, в действиях, по отношению к мирным гражданам. Оно себя проявляет как военизированная организация, как незаконное вооруженное формирование, но разве что без оружия такого явного. Вот. Говорят, у кого-то из них там холодное оружие находили, но в основном они действуют методами боевых единоборств, боевых искусств каких-то. Они себя, если вы помните, ярко проявляли, когда граждане пытались возражать против застройки парков и зеленых зон объектами Московской Патриархии, ну, именуемыми храмами, но на самом деле, помимо храмов, там огромное количество чисто коммерческих зданий планировалось вокруг храмов строить, целый комплекс, и потом сдавать это в аренду, открывать там магазины, какие-то предприятия всевозможные. Да, и вот часто эти эсэсовцы движения 40-40 приезжали на место вот этих будущих строек и просто вступали в рукопашную с жителями, выступая от лица Московской Патриархии, говорят, что это по благословению батюшки, что добро должно быть с кулаками, мы не последователи Льва Толстого, вот что это такое, значит, не противляйся злу силою, нет, наше православие это наоборот, демонстрации силы, мы любое зло искореним не силой слова, а силой кулака, вот такая, да, идеология, к сожалению. В докладе я также говорил о том, как активно пытаются Московской Патриархии силовые разные структуры окормлять. Ну, уже окормлены, уже и в армии есть капеланы. Да, не просто капеланы, в каждой воинской части строят храм, много где уже построены, 31 марта будет торжественно открываться храм Росгвардии, наиболее, наверное, ненавистные для российского гражданского общества структуры, которые сбивают людей, там, в общем, терроризируют мирных протестующих. Вот они будут торжественно открывать храм, где будут получать благословение на эти свои акции против мирных протестующих. Ну, автобусы же уже благословляют, нашли же даже чин освящения. Ну, это просто общий чин освящения колесницы используется. Это не конкретно пока для автозаков специально, это для всех колесниц. Для всех. Берут обычный, да, стандартный чин и применяют его к автозакам. Тогда, вот недавно посмотрел интервью митрополита Тихона Шевканова, и там был вопрос, по-моему, с Архангельским мы с вами беседовали, по поводу, там какие-то вопросы ему задали, вот, и он говорит, буквально, по-моему, так же выразился, сказал, я не могу идти против корпорации. Ну, да. То есть, вот со слов, скажем так, духовника Путина назвать русскую православную церковь корпорацией, корпорацией чего или кого? То есть, мультфильм корпорации «Монстров» или с какой корпорацией нам вот ассоциировать церковь, официальную, скажем так, уже? Ну, наверное, толковать слова Тихона по-разному можно, не исключено, что под корпорацией он имел в виду какой-то особый союз Меча и Орала, союз Патриархии и ФСБ, допустим, когда Тихон был наместником Сретенского монастыря на Лубянке. У него там добрая половина генералов из высшего командования ФСБ окормлялась, исповедовалась, ездила к нему там на подворье, в баню и так далее. У них очень были близкие неформальные отношения. Поэтому, может быть, под корпорацией что-то более широкое имеется в видущее. Это по церкви, что нам понимать? Если из непосреднего человека мы слышим. Ну, по церкви в каком смысле? В богословском или в реалполитическом? Я вот слушал интервью, наслаждался, конечно, и когда человек заявляет, как бы, я не могу пойти против позиции церкви, там это имелось в виду. И он вот как бы, я не знаю. Я все-таки думаю, это изгубки сердца, говорят у статуи. Наверное, это так выскочило. Может быть, в других интерьерах не будет такое говорить. Если бы он хотел сказать, что он не хочет идти против церкви, то он бы, наверное, это слово церковь и произнес. Не случайно было выбрано слово корпорация, чтобы придать все-таки какой-то немножко специфический оттенок этой позиции. То есть Тихон отдает себе отчет, что церковь Христова не призывает людей наказывать, сажать в тюрьмы, репрессировать, подвергать насилию. Наоборот, она призывает подставлять левую щеку, не сопротивляться злую силу. Уж извините, это не Лев Толстой первый сказал. Вот это, так сказать, о священном писании заповедь. Вот и так далее. Именно поэтому Тихон не смог произнести слово церковь в данном контексте, потому что он совсем не вяжется с богословским пониманием церкви, со всем преданием церковным. Нет. Он трезво себе отдает отчет, что функцию господствующей церкви в современной России выполняет именно корпорация, состоящая из высшего духовенства, силовиков, Путина и какой-то там верхушки политической, олигархической. Вот скорее всего против этой корпорации он не мог пойти. Не против узкоклирикального там какого-то сословия, где, мне кажется, добрая половина не сочувствовала подобным репрессиям и понимала, чем они чреваты, что они даже с чисто практической точки зрения невыгодны церкви, что они очень плохо влияют на ее репутацию, что церковь теряет молодежь, например, полностью после такого процесса. Ну вот на ваш взгляд протестанты в этой корпорации хоть какое-то местечко имеют, хоть кто-то из наших. Ну конечно, а как же. Думаете, есть кто-то? Ну да, есть же такие вполне себе системные протестанты, которые заседают в общественной палате, там где они еще заседают, в совете при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями, но когда, заметьте, когда заходит речь о явной угрозе интересам протестантов, ущемлении их прав, гонениям, дискриминации, вот именно эти высокопоставленные влиятельные лица, а точнее даже одно из них больше всего как бы олицетворяет вот это протестантское сообщество, ну высказываются либо крайне осторожно, аккуратно, либо даже пытаются находить какие-то оправдания действиям властей, явно нарушающим права христиан, права протестантов. Вот. Я думаю, там происходят определенные мимикрии под, ну как бы такой филиал господствующей церкви. Не случайно сама терминология этих протестантских групп, атрибутика внешняя начинает подражать православной традиции. У них там собираются большие соборы, малые соборы, синоды какие-то появляются, вот, епископы, архиепископы, священнослужители, вот, уже какие-то, в общем, такие клирикальные категории, кто-то начинает заимствовать православное облачение, литургические. Так, если что, я в протестантском. Ага. Так что... Хорошо, будем знать. Вот, а кто-то и чисто православный берет облачение. Я не против, конечно, но за этим что стоит? За этим стоит желание вписаться в корпорацию, вот, сказать. Ну, мы тоже свои, но мы, конечно, ущербные немножко. Бочком-бочком, где-то рядышком. Ну, где-то сбоку. Если вот Святейший Патриарх благословит вот нас, как меньших братьев таких заблуждающихся, но все-таки побыть немножко на этом празднике жизни, то мы охотно, так сказать, во всем этом поучаствуем. И в обмен на чечевичную похлебку, отказавшись от определенной части своей свободы, независимости, но зато, будучи респектабельной, уважаемой государством, традиционной конфессией, за это надо немножко платить. Ну, вот то, о чем вы говорите сейчас, это же называется политикой. Хотя всем, те же люди, о которых вы говорите, наверное, вот глава конфессии, этих протестантских наших, они на каждом углу трубят, что не надо в политику лезть, нам не надо, нам не надо, нам не надо, только некоторые. Вот посмотрите, несколько человек, да, которых мы знаем, вот они есть, да, где-то вот представлены, но вот поправки в закон нанесли сейчас о свободе совести. Тот же Сергей Васильевич Риховский сейчас расписался в своем бессилии. Он сказал, что нас не услышали, наши поправки, наши замечания. То есть, это что, ему дают понять, что не лезть и без вас все решено уже, что ваш-то голос ни на что здесь не влияет. Вы знаете, вот я в детстве, ну да, со школы, наверное, долгие годы учился в шахматном кружке, заработал, по-моему, я даже до какого-то взрослого разряда, даже четвертый или третий взрослый у меня даже был. И вот там есть в шахматном. Играете? Вилку доставишь? В детстве это такое интересное было кому-то вилку поставить, да, напасть там, шах, например, и на ферзя, на две фигуры. Вот интересно. Бывают тройные даже вилки, я помню. Да, да. Это, ну, красиво в шахматах, интересно. Но здесь тоже мы на этой доске, на политической, и тоже нам, вот что это вот с сегодняшними законами, это вилка? Для всех. Я, конечно, вот, ну, узко смотрю на протестантскую, на нашу среду, где сейчас все больше и больше стараются всем рот заткнуть, сказать, не надо, не лезьте, там, от политики грязное дело, да, и сами встречаются с этими грязными политиками, и всех остальных учат, молитесь за политиков, за власть, власть от Бога. То есть, если они все в грязи, то как молиться-то? Надо молиться, чтобы Бог снял всех и убрал тогда, и поставил чистых людей. Но не дают никому, у нас очень слабое представительство, у нас, ну, никто. То есть, вот, такое впечатление, что загоняют всех, вот сидите тише воды ниже травы. Вот последние поправки, почему я об этом говорю, да, нас лишили фактически членства в церкви. Да. Закон запрещает. Мы теперь, что это значит? Выходим проповедовать, да, коринфянам послания, мы члены тела его, мы члены церкви, и нам прилетает за это. Вы не можете быть членами, вы участниками, может быть. Членства в религиозных организациях больше нет. Ну, вы сразу два вопроса подняли, как минимум. Давайте. Может быть, даже больше. Давайте проговорим. Давайте, да, по поводу первого вопроса, политика. Да, вот современная российская реальность, поскольку она такая, так сказать, антиутопическая, тоталитарно-авторитарная, да, неправовая, она хорошо описывается такими классическими антиутопиями, как Оруэлловская 1984, да, вот, или там у Войновича замечательно была тоже антиутопия, Москва, 2042, кажется, чуть более отдаленный год там фигурирует. Вот, что характерно для обществ, описываемых в этих антиутопиях, что они вырабатывают пропаганду, которая контролирует состояние умов и общественные процессы, вырабатывает свой какой-то особый язык, где слова теряют свой истинный смысл первоначальный. Вот слово политика, когда мы слышим его в подобном контексте, о котором вы сказали, и в телевизионной пропаганде, и самвонов церковных, оно вовсе не то означает, что мы можем в словаре прочитать, или что там в греческом первоисточнике оно означало. Под политикой подразумевается только та активность гражданская, которая неприемлема для, так сказать, вот автократора, для, так сказать, государственного руководства, если его так можно назвать, ну и для подражающего ему там церковного руководства, где свой есть там мини-автократор, который свою вертикаль построил. Вот, не любая политика вообще называется теперь в России политикой, а только независимая, оппозиционная, протестная, вот имеющая такой оттенок, неподконтрольная властям и официальной пропаганде. Вот, та же политика, которая направлена на укрепление существующей системы властей, вот, так сказать, неподконтрольной власти там одного человека, правовому вот этому беспределу, абсурду, она и не называется политикой, она называется патриотической позицией, патриотическим служением церкви, своему народу, своему государству, укреплением своего государства, совсем в других терминах описывается. Вот, хотя мы с вами понимаем, что и то, и другое политика, причем второй вариант политики, он имеет какой-то криминальный такой оттенок, и как с точки зрения христианской нравственности, так и с точки зрения уголовного кодекса и международного права. Вот, а первая политика гарантирована той же Конституции России, как право на свободу собраний, свободу слова, свободу там мирно, без оружия, выходить и высказывать свою точку зрения, создавать объединения, любые, без всякого контроля государства. Но вот эта политика порицается, даже не допускается. Вот, бичуется, она фематствуется, вот, а вторая даже не называется политикой, хотя именно она-то является той, против которой христианин должен восстать, и которая противоречит, ну, базовым, вообще моральным каким-то представлениям, заповедям Божьим и так далее. Вот, что касается членства в религиозных организациях, да, вот особенность такого авторитарного режима, который поставил себе целью упразднить право, правовое регулирование, вот, состоит в том, что он абсолютно не уважает внутренних установлений, там, тех же религиозных организаций, вообще любых общественных групп, любых институтов гражданского общества. Вот, его конечная идея — это тотальный контроль над всеми отношениями, внутри даже вот этих вот независимых якобы от государства групп. Вот, поэтому, ну, когда вот возникает, мне близка тема альтернативного православия, православия вне московского патриархата, вот, когда где-нибудь возникает новая община альтернативно-православная, вот сейчас огромный среднеуральский монастырь под Екатеринбургом, который построил отец Сергий Романов, фактически эволюционирует в такую альтернативно-православную общину, порывает с московской патриархии, отца Сергия посадили в СИЗО, его последователи не признают патриарха, не подчиняются епархии местной и так далее. Что делает государственная власть? Она, значит, приезжает туда с проверками, выявляет неправославность, значит, тех, кто там остается в этом монастыре. Вот, отца Сергия, который вроде бы ни в чем от догмата в православии не отступал, объявляют сектантом. Вот, одна из статей, по которой его держат в СИЗО и собираются судить, это статья о, ну, как бы, воспрепятствовании реализации свободы совести. То есть, то, что он не дает в монастыре, ну, якобы не давал в монастыре служить клирикам московской патриархии, государством расценивается как уголовное преступление, воспрепятствование свободе совести. То есть клирики московской патриархии свободу совести имеют и должны служить, где они только пожелают, даже за пределами своей конфессии. А вот отошедшие от них насельники Среднеуральского монастыря, они, значит, уже такой свободы не имеют. Да вроде не ошли сначала-то. Вот. Ну, сначала да, но потом-то отошли. Ну, знаете, для меня, как для протестантов, я понимаю. Их там лишили сана, отлучили от церковного общения. Вот последнее там. Объявили, что все, они не входят в московскую патриархию. Только, если кто-то из них захочет причаститься, только после покаяния, отречения от этого Сергия, отречения от этой секты, в кавычках, и будут допускать к причастию. В своем нынешнем положении они не могут причащаться, они вне московского патриархата. Так решил сам. Ну, вот смотрите, это же напоминает советскую борьбу с сектами. Вот полностью, с протестантами, там, баптиисты, писядники, со всеми так же боролись. И говорили на Запад, мы же их не за религиозное воззрение, мы их за нарушение закона. Вот как последняя статья была, что приехали, забрали там послушность монастыря вот этих женщин, и 20 человек нашли, что они как-то неправильно зарегистрированы по месту пребывания своего. Но, опять же, вот старая советская система, как бы, она опробована, хорошо работает. Мы же вас не за веру вашу трогаем, не за отца Сергия. Вы же, ну, закон-то не нарушайте, как они говорят. Вот. На улице, если вы ходите, получите разрешение. А вам разрешение не дают, а второй раз обращались. Ну, как бы вот, ну... Нет, ну, они там много чего говорят. Из-за отца Сергия они тоже говорят. Вот. Там, ну, вчера, например, приезжала инспекция в монастырь, состоявшая из 10 разных государственных органов, вплоть до оборонадзора. Ой, как нам это знакомо. Не представляете, сколько за 20 лет у меня в церкви. Вот только не было. Прокуратура, значит, какой-то, которая экологическими вопросами занимается. Вот. Десять разных органов. Каждый пытался выискивать свои какие-то нарушения. Это называется совместная проверка. Да. Такая компанейщина. Ну, законный термин. Не нарушайте законы. Мы проверим всех и все. Мне недавно рассказывал один наш тоже, пастор в Калуге. Тоже была такая же проверка. Прокурорская, потому что прокурор имеет право совместной проверки это делать. Привезли тех, 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 ФСБ. И он говорит, я в армии служил, я такого не видел. Рос... Кто у нас за экологию, за это все смотрит? Рос... Природный отсор? Не-не-не-не. Роспотреб, наверное, все-таки. Потреб нам все-таки. Ходили, говорит, с тряпочкой, с белой. И природы еще. Лезы в такие углы протирали. Говорит, я в армии служил, у нас, говорит, так, там этот... Прапорщик так не ходил, не смотрел, как мы убираемся, как вот эти лезли, лишь бы что-то написать у себя. Грязь искали. Если можно по поводу аналогии с советскими временами. Советские времена все-таки были довольно такими протяженными. Это были и 20-е, и 30-е, и 37-й год, и 50-е, и 60-е, и хрущевские гонения, и Брежневская какая-то такая застойная оттепель, и перестройка. Это все советские времена. И в разные советские периоды очень разная была религиозная политика. Вот. Но мне вспомнилось интервью митрополита Сергия Страгородского, которого Сталин использовал для основания нынешней московской патриархии и назначил его первым патриархом советским в 43-м году. Да, вот этот Сергий в 30-м году дал интервью советским и иностранным журналистам, которые, как теперь уже выяснили историки из архивных материалов, утверждались на заседании ЦК ВКПБ. Вот его текст. И лично есть оригиналы этого интервью, куда рукой Сталина вносится правка, рукой Молотова, Калинина. Вот. Все они поучаствовали в его составе. Ну, неважно. Оно вышло за подписью Сергия. Кто-то из журналистов даже якобы видел Сергия, когда он зачитывал этот текст в 30-м году. Вот там ключевая фраза этого интервью. В ответ на вопрос, правда ли, что в Советском Союзе происходит репрессии против религиозных служителей? Вот. Он отвечает, нет. Правда ли, что репрессии за веру против религиозных служителей осуществляются? Он говорит, нет, они осуществляются не за веру, а в общем порядке, как и ко всем остальным гражданам Союза, за антиправительственные деяния. Вот так выразился митрополит Сергий, который за 4 года до этого сам сидел, даже за 3 года до этого, в Лубянской внутренней тюрьме. Вот. И каким-то загадочным образом оттуда вышел. Наверное, осознал свою вину. Все-таки вышел на свободу с чистой совестью, как вот все лозунги. Судя по отдельным репликам, таким апокрифическим, митрополита Сергия, совесть его вряд ли была чиста, но это уже такой офф-топик для нашего разговора. В общем, мне кажется, что в определенные периоды советского режима религиозная политика была гораздо мягче, чем сейчас, потому что даже протестантские. Потому что бывали такие периоды, когда действовали правила. Пусть они такие были ущербные, дискриминационные, но они были внятные. И понятные, да. Мы точно знали, каким мы должны соответствовать критериям, требованиям, для того, чтобы претендовать на регистрацию, допустим. Мы точно знали, что нам дает эта регистрация, какие мы получаем возможности, права, счет в Госбанке, какие мы налоги должны платить. Даже покупка молитвенного дома для общины. Тоже регулировались, тоже давали. И сейчас, когда время прошло, и те же самые у нас, я опять по многим городам знаю ситуацию, и то, что даже было оформлено, раньше оформляли на горсполкомы, на облсполкомы все дома, вот эти молитвы, и то давали хотя бы. А сейчас даже их ставят вне закона. В советское время, многие не могут даже дооформить их. Пойнт состоит в том, что политика советской власти была дискриминационная, были религиозные гонения. Но на определенных этапах истории советской власти, внутри вот этой дискриминационной политики, какие-то создавались правила. Пусть неисправедливые, не приемлемые для нас, но внятные. И мы уже решали, будем мы эти правила исполнять или не будем. Кто-то целое там евангельское братство инициативников в полном составе ушло в подполье, и более-менее там смогло наладить свою жизнь, вплоть до учебных заведений, издательской деятельности, фондов помощи полициключенным. То есть даже в подполье можно было жить по каким-то негласным правилам, которые признавали обе стороны, включая КГБ. И за определенные красные линии они не переходили. А я уж не говорю про конфессии, которые в легальном поле существовали, они примерно понимали, что они могут, чего не могут, чему они должны соответствовать. Сейчас мы живем в ситуации, с чего мы начали наше интервью, когда система пошла в разнос, когда господствует принцип правовой неопределенности. Нам никто не может указать правил, которым мы должны соответствовать, для того, чтобы нас хотя бы не арестовали или не изъяли у нас наше молитвенное здание. Это происходит чисто, произвольно, в соответствии с принципом политической целесообразности. Когда какие-то местные, а чаще федеральные власти принимают решение, что вот есть смысл и какая-то польза для них, от того, чтобы нас ликвидировать, они это делают без зазрения совести, подводя под это вот те самые размытые до полного, так сказать, отсутствия правовых границ термины, определения, понятия законов, которые они принимают. Вот поэтому положение с этой точки зрения хуже. чем при советской власти. Наверное, последний вопрос задам. На ваш взгляд, что ждать нам, протестантов? Ну, понятно, мы видим, общее все ухудшается. Вы знаете, в нашей среде бытует, ну, между пустырями, честно, многие разговаривают, боясь себе это признаться, ну, что сначала вот сейчас свидетели Иегова идут, что следующие, как многие думают, что мой пятидесятники на очереди в этой репрессивной машине государственной, которая вот раскручивает, раскручивает свой маховик. Вот на ваш взгляд, вам так не видится, не кажется, вот если на протестантов посмотреть? Ну, уже есть организации, которые пошли вслед за свидетелями Иеговы, которые точно по тем же, так сказать, лекалам, образцам репрессируются, как и свидетели Иеговы. Это, например, церковь Саентология или церковь Последнего Завета Виссариона. Ну, нашуменший, да, последний событий. Еще там некоторые какие-то вот неоязычники. Ну, все молчат же. Ну, мы пишем о каждом таком случае. Понятно. Я говорю, в религиозной среде, что лучше... А в религиозной среде действует знаменитый немецкий принцип, вот, да, который вы хорошо знаете. Вчера там пришли за... Да, да, Немеллер, мастер. Да, католиком. Я не заступился за него, потому что я не католик. Потом пришли за лютеранином, и я не заступился, потому что я не лютеранин. А потом пришли за мной, но уже некому за меня было заступиться. Этот принцип хорошо работает в российских условиях, потому что российское общество затерроризировано просто в силу исторической судьбы России еще больше, чем немецкая. Я думаю, здесь эти инстинкты включаются быстрее, чем это было в Германии в 30-е годы. Вот. Поэтому действительно, получается, мы брошены на просто божий промысел, на никакой человеческой защиты вроде бы нет, очевидные международные институты тоже уже не имеют доступа в Россию, чтобы защищать тут права человека. Вот. Остается уповать с такой, как бы, земной точки зрения на то, что вот режим вступил в период какой-то агонии, дряхлости, и что он не очень долго продержится в таком виде, в котором он сейчас существует. Если это упование тщетное, если это всерьез и надолго, то тут, конечно, так сказать, повод для того, чтобы нашу религиозную веру как-то освежить и понять, что мы, вот как христиане первых веков или как христиане 20-30-х годов 20-го века в Советском Союзе, мы стоим каждый день перед лицом вот этой вот опасности, что нас Бог может призвать к исповедническому и мученическому, может быть, подвигу. И надо, видимо, как-то так вести свою духовную жизнь и так настраивать свои общины, чтобы они как-то духовно мобилизовывались и были ориентированы не столько на судебные механизмы, какие-то правовые, земные механизмы, сколько на то, чтобы стяжать в себе какую-то твердость, мужество, понести вот эти гонения, репрессии. Еще больше обратиться ко Христу. Это на самом деле непросто, конечно, попасть в современную российскую тюрьму, вот, там продержаться, там продолжать исповедовать свою веру, может быть, даже свидетельствовать своим сокамерникам о своей вере, жить в тех порядках, которые там существуют. Но вот, видимо, сейчас такое время, когда мы должны своего рода тренинг проводить такой духовно, может быть, психологический, даже физический, по подготовке к выживанию в тюрьме. Потому что, ну, так сказать, вот этот русский принцип «от суммы, от тюрьмы не зарекайся» сейчас работает как нельзя более ярко, вот, более явно, чем еще несколько лет назад. Но, опять же, возвращаясь к тому, с чего я начал ответ на этот вопрос, я все-таки не исключаю того, что режим не настолько силен, как говорит пропаганда, что, в общем, есть какая-то надежда на начало транзита власти и на какие-то трансформации политические. Я думаю, любой транзит, даже внутри вот этой корпорации, о которой митрополит Тихон упоминал, он все равно приведет к оживлению вот, общественной жизни, к каким-то, может быть, новым островкам свободы, как это было при коротком правлении Медведева, которое не было это правлением настоящим, было так зит с председательством, но все равно даже вот эта маленькая какая-то флуктуация внутри режима создала какие-то зазоры для свободы, для какого-то для динамики общественной. Так и трансфер нынешний, я думаю, приведет к какой-то динамике. Может, это плохо, конечно, опять закончится, но сам процесс трансфера дает некоторые шансы. Но если трансфер не начнется, тогда извините, надо заниматься тем, о чем я говорил тоже только что. Спасибо вам большое нашим зрителям канала «Взгляд Семьесный». Хочу еще раз напомнить, у нас в гостях был Александр Солдатов, портал credo.press теперь, который предложил, говоря сегодняшним модным языком, новые лайфхаки для конференций протестантских, как подготовить себя и свою пасту к пребыванию церкви в тюрьме. Новые конференции вслед за преуспеванием, исцелением и всем остальным. Надо готовиться и к этим временам. Мы говорили всерьез, и в шутку «Благослови всех Господь». Спасибо. Продолжение следует...